Найдите такие точки на земном шаре. Если пройти 10 километров на юг, 10 километров на восток и 10 километров на север, то вернемся в исходную точку. Если пройти 10 километров на юг, 10 километров уже после этого пройти на восток и уже после этого 10 километров на север, то вернемся в точку, из которой мы вышли. Да, пожалуйста. Я думаю, что это северный полюс. Северный полюс. Из северного полюса вышли на юг, прошли 10 километров, прошли 10 километров на восток и, молодец, замечаем, есть такая точка. Действительно, если выйти с северного полюса и так пройти, то действительно вернемся в точку, с которой вышли. Вот. А интересный вопрос. А еще есть? Южный полюс. Южный полюс. Из южного полюса невозможно вы не знаете. Совсем невозможно. Поэтому там эта задача не имела бы смысла. Потому что обнаружили вы, что мы не можем сделать то, что от нас просили. Нет, это не южный фигурс. А можно вы решаете задачу? Порисуйте картинки. Проходим три раза. На юг, на восток и на север. Каждый раз по 10 километров. Если 10 километров до юга, то будет несколько километров до юга. Ага. Понял. Он говорит, отметь точку, где ровно 10 километров до юга. Ребята, ну, сложный вопрос. Потому что вы пройдете 10 километров. Вообще-то вы должны были пройти 10 километров сначала куда? Давайте вспомним, как условие было место. Сначала 10 километров на юг. Значит, вы пройдете 10 километров до юга, да? Хорошо. А как вы потом сможете пройти на восток 10 километров? А вам придется топтаться на месте. И опять возникнет, и хорошее ощущение, опять возникнет проблема, что, а вот, непонятно. Идея непонятна, да? То есть эта точка все-таки скорее не решит. Есть намного четче, понятнее, когда не приходится заниматься вот этим топтанием на месте. Да, прошу. Может быть, лучше ответить точка, которая сверху? То есть не так вы ответили, но на основу окружность, а сверху. А мы уже говорили, что пройдем. Если с которой идти на юг, то ты пройдешь 10 километров до места, где вокруг земли. То есть если ты сделаешь, чтобы не золото в земли, то будет 10 километров. Отлично. Ну, конечно, там, где вы показываете, там не 10 километров, а там сколько там тысяч. Да. На самом деле, это надо показывать совсем-совсем близко внизу. Все, спасибо, это решение. Ребята, оказывается, что не надо было доходить сюда. Вот здесь он сказал, пройдем 10 километров, а потом будем в точке стоять и бежать на месте. Не надо. Надо пройти отсюда надо пройти отсюда 10 километров. И так подобрать эту точку, чтобы вот эта параллель была бы как раз 10 километров. И тогда мы будем все время идти на восток и пройдем 10 километров и вернемся в исходную точку. А после этого, давайте я так, на листую видеть петель, значит, мы прошли, потом прошли по кругу и потом прошли назад. Кстати, не обязательно было, чтобы здесь было 10 километров. Может быть, 10 пополам, то есть 5. Вообще, годится любое расстояние вида 10 километров разделить на n. 10 километров разделить на n. Господа, идем, делаем n обороты и возвращаемся. Понятно? Согласитесь, что в этом решении нам нигде не приходится топтаться, нам не приходится как-то неправильно топтовать условия. Четко. Сначала шли на юг 10 километров, потом крутимся в эту акцию и возвращаемся в 10 километров. Спасибо.